На сцену приглашается эксперт номер один в России по кросс-маркетингу, основатель первого международного образовательного ресурса в России, а также кросс-маркетинговой площадки и сервиса бесплатных авиаперелетов. Все проекты этого человека направлены на объединение людей и получение новых благ и возможностей. Встречайте, Владислав Бермуда! Всем привет-привет! Друзья, как настроение? Поднимите руку Кавуану на 5 баллов. Отлично, супер! Друзья, вы знаете, в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за то, что вы пришли на это столь значимое событие и поблагодарить организаторов за то, что имею честь перед вами стоять и поделиться своим жизненным опытом. Мне немного времени, но за эти 10 минут я бы хотел, чтобы вы немножко по-другому взглянули на определенные вещи и на те проекты, на тот бизнес, который вы делаете. Немножко по другим углом. Моя задача заключается в том, чтобы не обучить вас, не дать какие-то знания, а сделать так, чтобы вы немножко по-другому посмотрели. Я родился в скромной семье, и мои родители такие же, как у многих из вас, отец полицейский, мама психолог, и брат сейчас занимается политикой, и о его успехах можно говорить, наверное, целые сутки. Но мне всегда отец говорил одну вещь. Он говорил, Владислав, мне все равно, чем ты будешь заниматься. Главное, чтобы ты делал это лучше, чем другие. Вы знаете, и я всю жизнь именно с этими словами и жил. Я занимался очень многими вещами, снимал реалити-проект «Женское счастье», может быть, кто-то из вас знает. Делал различные проекты типа мобильного колготочника, это круглосуточную доставку колготок. Занимался различными международными проектами. И в один момент я понял, что, возможно, не надо делать идеальный бизнес. Нужно делать его по-другому. И сейчас я вам расскажу, как это, как мне кажется. Буквально год назад я познакомился с Тони Фернандесом. Кто не знает, это владелец Азии Эрлэйн. Это крупнейшая авиакомпания в Азии. Это было на Атланта. И там было очень интересно, что... Кто был на Атланта, кстати, поднимите руку. Это форум достаточно международный, крупный. Там вход от 30 тысяч рублей. И, кстати, достаточно забавно. Ты плачешь 30 тысяч рублей, а тебе дают бейджик эконом. И люди, которые получили этот бейджик, ходили и прикрывались немного. То есть бизнес стоил где-то 120 или 80 тысяч рублей. Слава богу, у меня был медиум на тот момент. Мне не приходилось прикрываться. И когда выступал Тони и предложили задать ему вопросы, я выбежал к микрофону и спросил. Тони, почему ты до сих пор не сделал первую в мире авиакомпанию, которая бы позволила бы людям летать совершенно бесплатно? Он говорит, как это? Я говорю, ведь ты же можешь просто переложить стоимость перелета на других игроков. И за счет определенных кросс-маркетинговых цепочек позволить им летать бесплатно. Это же могут оплатить отели, это же могут оплатить визовые центры, которые заинтересованы в комплексе. Он говорит, а как вас зовут? Я говорю, Владислав Бермудов. Он говорит, ход ваших мыслей не нравится, но я не думал об этом, чтобы сделать перелеты совершенно бесплатными. И в этот момент я понял то, что я этот проект буду делать без него. И буквально полгода назад мы запустили проект, называется «Налетай бесплатно». Можете посмотреть, может быть кто-то видел по РБК или по НТВ, а нас много снимают и говорят, что я делаю революцию в авиаперевозках. Мы позволили людям летать в Европу совершенно бесплатно, просто покушав в ресторане или купить стиральную машину. Чтобы вы понимали, раньше, не буду говорить у какого банка, для того, чтобы полететь в Прагу за 10 тысяч рублей, надо было копить миль, тратить 120 тысяч рублей ежемесячно на протяжении года. И ты летишь в Прагу. Неплохо, да? А мы сделали так, чтобы покушал в ресторан и полетел, просто переложив стоимость на других игроков, которым тоже это интересно. И чтобы вы понимали серьезность этого проекта, буквально несколько недель назад мы заключили контракт с Mail.ru. 17 подписей за полтора месяца. По-моему, неплохо. И чтобы прийти к таким проектам, наверное, нужно обладать, как многие говорят, определенным мышлением. Многие проекты мои называют дерзкими. Они говорят, Влад, как ты делаешь это? Ведь ты же создаешь совершенно новые рынки. Многие говорят, что я создаю голубые океаны, голубые лагуны в алых океанах. Да, это никакое не новаторство. Я просто умею коапеллировать. Буквально два с половиной года назад я выиграл инвестиционный конкурс. Кстати, последние четыре конкурса из четырех я выиграл три. И сделал международную площадку по онлайн-образованию. Но я подумал, что если я буду работать на рынке онлайн-образования, то я буду таким же, как все. А это неинтересно. Я пошел на рынок маркетинга и стал первой в России компанией, которая совместила потребительский рынок и онлайн-образование. Мы заключили контракты с экспертами из Microsoft, Sony, Disney. Они нам дали свой видеоконтент, свои видеокурсы. Мы их поместили на площадку, произвели продукт, перевели, озвучили. И получили что-то типа Coursera, Udemy, только немножко поменьше. И стали приходить в различные компании и говорить, давайте мы будем возвращать все деньги, потраченные у вас в магазинах, на обучение для всей семьи. Пришел в ресторан, потратил тысячу рублей, тысячу на обучение, на изучение английского языка, стиля, имиджа бизнеса, маркетинга. Только потому, что ты тратишь в определенных местах деньги и все деньги тебе возвращаются на обучение. Как вам? А вы за это будете платить 5%. 5% за то, что мы возвращаем все деньги на образование. И таким образом стали продавать это как маркетинговый инструмент. Заключили контракты с крупными банками, с производителями, с дистрибьюторами. Недавно заключили контракт с Codex. По-моему, была у них акция, если покупаешь одну пачку, ты получаешь, ничего не получаешь, покупаешь две пачки, получаешь полностью все деньги на обучение. И таким образом они стимулировали продажи. Мы зарабатывали деньги, продав коды по 3 рублей, мы продали на 500 рублей один код. А люди образовывались совершенно бесплатно, просто купив то, что они покупают каждый день. Вы представляете? То есть можно просто идти и делать то, что вы делаете, как все, конкурировать в рынке. А можно подумать и сделать немножко по-другому. После того, как я с образовательной площадкой выиграл международный конкурс, выиграл венчурный фестиваль, как самый инвестиционно привлекательный проект года, я подумал, что люди не очень хотят учиться. Согласны? Кто согласен, что люди не особо хотят учиться? Поднимите руку. Они все хотят развлекаться, хотят получать услуги. И мне один бизнесмен говорит, Влад, это, конечно, то, что ты делаешь, это, конечно, круто. Но вот если бы ты сделал так, чтобы люди могли развлекаться бесплатно или получать услуги, то это было бы вообще круто. И как вы думаете, я сделал? Нет? Поднимите руку. Кто считает, что я сделал? Сделал. Да, и мы запустили просто кросс-маркетинговую площадку. С одной стороны, мы стали собирать подарки с рынка, нам стали давать различные салоны, рестораны, магазины, производители. Просто подарки, которые мы аккумулируем у себя и даем возможность человеку прийти за этим подарком. И компания получает потенциального клиента взамен на тот подарок, который она ему дает, когда он приходит за ним. Элементарно. А потом мы берем и продаем эти подарки просто за 10% от рыночной стоимости другим компаниям. Они используют как маркетинговый инструмент. И таким образом ты приходишь в ресторан, кушаешь, и все деньги тебе возвращаются на развлечения, услуги. Ты можешь сходить с ребенком погулять или покататься на коньках, полностью в 100% кэшбэк. И когда ты создаешь такие проекты, ты сталкиваешься с определенными трудностями, как вы понимаете. Потому что этого никто не делал. Можно открыть еще одну мойку, можно заняться какими-то вещами, открыть еще один магазин. А вот создавать новые ниши, это достаточно сложно. Вы знаете, мне все спрашивают, Владислав, скажи, как у тебя это получается? Какой твой закон? Я считаю, что закон богатства звучит следующим образом. Для того, чтобы что-то получить, сначала отдай. Буквально недавно я проводил тоже мероприятие, был хедлайнером крупного мероприятия на 700 человек. И после мероприятия мне написал один человек. Он говорит, Владислав, спасибо большое за то, что ты делаешь. И теперь ты в моей клинике можешь лечить зубы совершенно бесплатно. Я говорю, да ладно. Он говорит, да. Я просто знаю, сколько это стоит, я уверен, что вы тоже. Я поехал к нему в клинику. Он мне сделал, у меня не было переднего зуба половины на тот момент. Я вылечил, ну, сделал себе зуб, кариес, там еще какие-то. Он говорит, слушай, а может быть тебе брекеты поставить? Я смотрю ценник 350 тысяч рублей. Я говорю, ну, у меня наглости как бы не хватает на это. И потом я к нему подошел, говорю, Симон, скажи, пожалуйста, а как я могу тебя отблагодарить? Может быть пост? У меня достаточно большая аудитория предпринимателей в социальных сетях. И он говорит, не надо мне ничего. Спасибо за то, что ты уже все сделал. Я иду и думаю, как так? Вы знаете, что я сделал первым делом, когда я пришел домой? Я написал пост об этом. И рассказал всем. И сейчас вам об этом рассказываю. Я вам хочу сказать, что за то время, которое прошло, ко мне обратилось огромное количество человек по поводу, Влад, где лечить зубы? Я говорю, конечно, там. Все очень просто. Если вы начнете каждый день что-то отдавать и не просить ничего взамен, то все у вас будет. Ко мне обратился человек, он мне каждый день в социальных сетях пишет, ну, где-то около 50 до 100 человек. И все чего-то от меня хотят. Я уверен, что многие у вас такая же ситуация. Кто-то хочет денег в долг, кто-то хочет, там, совета, консультацию, там, сопровождение, чтобы я, там, помог. А один человек берет и мне написал, Владислав, а можно я сделаю для тебя сайт? Я говорю, конечно, почему бы нет? И он сделал сайт, затратил на это один день. Как вы думаете? А я у него спросил, давай я про тебя напишу. Он говорит, не надо. Как вы думаете, что я сделал? Естественно, все, кто ко мне обращается за сайтом, я посылаю к нему. Но, чтобы вы понимали, он уже сделал порядка 60 сайтов. За то, что он ничего не попросил. За то, что он ничего не попросил и просто отдал. Ко мне недавно приезжает, ко мне недавно приехала одна девушка на консультацию и говорит, Владислав, я мечтаю быть, шить одежду. У меня есть бюджет, всего лишь 200 тысяч рублей. Как мне запустить свое производство, как мне найти клиентов? Я говорю, не надо тебе никакую рекламу. Реклама не работает. Ну, то есть, это вот в своем ключе, как понимание рекламы, вот для меня она не работает. Это мое мнение. Потому что сейчас есть огромное количество других возможностей. Сейчас коммуникации, коммуникации между людьми они решают. Я не помню, чтобы я заключил хоть один контракт по коммерческому предложению. Много, вот поднимите руку, у кого было больше трех или пяти контрактов больших от миллиона рублей по коммерческому предложению. Есть такие люди? Раз, два, три, четыре, пять. Понимаете, да? Но я помню, когда мы заключили контракт, когда я позвонил, когда мы развивали энергетическую компанию, это был один из моих первых проектов. И когда я позвонил человеку и говорю, здравствуйте, я бы хотел с вами встретиться. А он мне говорит, Владислав, мне некогда встречаться. У меня ребенок в детский сад, мне никак его не устроить. У него свои проблемы, у него куча подрядчиков таких, как я. У него другая проблема. Ему не устроить ребенка в детский сад. И что я сделал? Конечно, я сказал, давайте я вам помогу, хотя сам не зная совершенно, как это сделать. В итоге он говорит, да, вы можете мне помочь? Я говорю, да. И после того, как я повесил трубку, я понял то, что если я хочу этот контракт, если я хочу общаться с этим человеком, то я должен ему помочь. И ничего не попросить взамен. Как вы думаете, что сложнее, устроить ребенка в детский сад или заключить контракт на 20 миллионов рублей на подключение дома к электричеству? Ребенка в детский сад, да? Ну, обращайтесь, я уже знаю, как с этим справляться. Мой спич о том, что для того, чтобы что-то получить, надо сначала отдать. И когда вы, неважно, чем вы занимаетесь, развиваете каянь, развиваете какие-то свои проекты, подумайте о том, что у вас у каждого есть то, что вы можете уже сегодня начать отдавать. Кто-то умеет танцевать, кто-то петь, кто-то переводчик, кто-то еще что-то. И просто подарите это людям. И желательно тем, ну, конечно, не надо всем подряд дарить. Просто выберите тех людей, с которыми вы хотите общаться, с которыми вы хотите, возможно, какого-то наставника себе. Если бы мне кто-то когда-то сказал о том, о чем ты жалеешь, я бы, наверное, ответил, что я жалею о том, что я не взял себе в 20 лет мега крутого какого-то наставника и не стал его личным помощником. У меня были наставники, мой брат, мой отец, но у них не было опыта в бизнесе. Мне, наверное, надо заканчивать. Честно говоря, очень много чего хотелось бы вам еще рассказать, но основную мысль вы поняли. Есть контакты? Нет контактов. Вы можете, если кому-то интересно, у меня есть книжка, называется «15 креативных идей на миллион». Она совершенно бесплатная. Там я рассказываю различные нестандартные идеи, нестандартные решения. И очень важно, что, как вы знаете, мы сегодня здесь собрались для того, чтобы поддержать декабрьское мероприятие. Об этом будут говорить. И я вас призываю, что если вы будете участвовать и будете на этом мероприятии присутствовать, то вы сделаете очень большой вклад. И я буду искренне вам благодарен. Спасибо. С вами был Владислав Бермудов. Спасибо. 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 Спасибо.